Как невооруженным юридическим знанием, взглядом определить, что вот тут точно нельзя ставить забор? Это не определить даже с юридическим взглядом, потому что это именно вопросы границ, земельного участка, ориентиров и так далее. То есть это то, что делают геодезисты. И правильно определить это можно только на основании ориентиров, которые при межелании устанавливаются. Только на основании тех границ, четких топографических планов, которые существуют. То есть они имеются обычно у собственника, конечно. Если собственник их не дает, то их можно будет получить, но только путем обращения в административные какие-то органы. И то под вопросом. То есть для этого как раз и необходимо обращаться. То есть не обязательно указывать что-то подробное и так далее. То есть можно обратиться с простым обращением, что такая-то ситуация, такой-то дом огородился там-то, там-то. Нарисовать какую-то примерную схему, где невозможен стал проход. И схематично что-то изобразить, не надо для этого быть художником. И соответственно с этой схемой подать заявление. А если я вижу, что вот забор строят, мне куда писать? Если я напишу, то приостановят стройку? Или все равно по факту построят? Не обязательно ее приостановят. Но в любом случае надо писать по нарушению своих прав, либо в контролирующие органы прокуратуры. Там можно участковому попробовать написать, хотя он скорее всего отправит это дальше по инстанциям. Органы местной власти. То есть у нас основные контролирующие органы, это прокуратура, которая надзирает за соблюдением законности. И органы местной власти, которые как раз наблюдают, надзирают за соблюдением земельного законодательства. То есть районная администрация, либо городская администрация.